Здравствуйте, друзья! В Луганской области есть такой священник, естественно, Московского Патриархата, протоиерей Александр Авдюгин, который был известен в Луганске еще до войны, поскольку активно вел блоги в социальных сетях. Как и большинство священников Московского Патриархата на Донбассе, батюшка Авдюгин очень любил русский мир и Россию и ненавидел европейские ценности, которые считал опасными и вредными. Непонятно, правда, при этом, почему в этой загнивающей Европе уровень насилия, убийств, изнасилований в разы ниже, чем в высокодуховной России, но это тема, наверное, для отдельного исследования, подробно останавливаться на этом я не буду. Короче, батюшка Авдюгин ненавидел Европу и очень любил русский мир. Вот, например, его пост от декабря 2013 года, это когда только начиналось еще в Киеве противостояние на Майдане, батюшка Авдюгин уже запугивал своих прихожан ужасами евроинтеграции и писал, что европейцы запретят им праздновать православное Рождество. Вот здесь он постит статью под названием «Молдавия на пути в ЕС решила отобрать у православных традиционное Рождество». Очевидно, статья какая-то фейковая, потому что она с левого какого-то сайта, но батюшка Авдюгин тут ее комментирует. Это решение очень четко говорит о том, что ожидает любую страну и церковь в данной стране, это имеется в виду Украина, в случае следования так называемым европейским ценностям. А вот уже другое заявление Авдюгина, сделанное им в самый разгар Майдана в январе 2014 года и опубликованное на российском православном сайте «Правмир». Здесь достаточно много текста, я не буду цитировать его целиком, главный интерес тут представляет последний абзац. Не желаю быть попом с политической наклонностью, но сегодня уже могу четко сказать от имени своих прихожан, как и многих тех, кто молился и живет в нашем регионе, чем дольше будет продолжаться этот бардак, тем больше сторонников, а их и сейчас предостаточно, забыть, что такое государство Украина, в кавычках, и сделать город Киев иностранным городом. Обратите внимание, что это еще январь 2014, то есть до победы Майдана еще месяц, еще Януковичу власти, но протоиерей из Луганской области уже пишет слово «Украина» в кавычках и открыто угрожает отделением Луганской области от Украины. Причем самый кайф в том, что хотя Александр Авдюгин и работает настоятелем храма в Луганской области, сам он происходит из Ростова-на-Дону, то есть это россиянин, который приехал в Украину и рассказывает украинцам, как им нужно разорвать свою страну, как им нужно считать Киев иностранным городом, то есть он приехал в украинский регион и содействует отрыву этого региона от Украины, причем надо понимать, что это священник, это настоятель храма, то есть он пользуется определенным авторитетом, это в некотором роде лидер общественного мнения, пускай и в своей среде, в среде вот этих православных прихожан, но тем не менее, то есть он среди людей сеет вот эти деструктивные идеи сепаратизма и разжигает конфликт. Ну ок, у них получилось. В итоге батюшка Авдюгин вместе со своими единомышленниками и их помощниками из Российской Федерации добились желаемого и осуществили свои мечты. В итоге действительно им удалось оторвать какую-то часть Луганской области от Украины, теперь у них там республика, молодая, процветающая, народная. Счастливы ли эти люди теперь? Мне стало очень интересно, а что же там батюшка Авдюгин? Как он теперь наслаждается жизнью в Народной Республике? Я решил почитать его свежие посты. 8 октября 2020 года. Прихожане просят узнать, да и у меня тоже этот вопрос, куда подевались лекарства из аптек? Можно услышать аргументированный ответ, ведь даже в период изоляции подобного нету, не существовало. Да, проблемы были, как и разметали все, что связано с противопростудными медикаментами вкупе с антибиотиками. Но регулярно поступало то, что разметалось. Нынче ни прихода, ни расхода, лишь победные реляции на Луганск-24, это пропагандистский канал ЛНР, о том, что наступила осень. Грош цена всем экономическим, политическим и культурным победам, если наши бабули и дедушки обыкновенного парацетамола купить не могут. Я же не говорю о иных препаратах, связанных с гипертонией и сердечными заболеваниями. Ответьте, уважаемые руководители, четко и конкретно, куда подевались медикаменты. То есть сначала ты топишь за русский мир, ты пишешь слово «Украина» в кавычках, ты грозишь отделением Луганской области, а потом ты не понимаешь в какой-то момент, ой, а куда делись лекарства, ой, а куда пропали пенсии и зарплаты, ой, а почему авиасообщения нет, а что банки не работают. То есть да, и он делает вещь, что он не понимает, как это связано. То есть чувак, который топил за этих боевиков, за эти референдумы, за русский мир, который подбивал людей создать эту нищую резервацию в Луганской области, он теперь валяет дурака и пишет, ой, лекарства куда-то пропали, как же так, алло, давайте что-то срочно делать. Понимаете? И вот это же на самом деле вся суть вот этих кликуш, которые выходили тогда, помните, орали «референдум», там, «давайте все на референдум, Россия, Путин, приди». Они в итоге, когда они разрушат государство, когда они превратят территорию в нищую серую зону, где не будет банков, не будет лекарств, они будут первыми бегать и говорить, «Ой, а как же так получилось? Алло, где лекарства? Эй, алло, что происходит?» То есть, понимаете, они не возьмут на себя ответственность. То есть, этот батюшка Авдюгин не напишет. Вы знаете, ребят, я 6 лет назад топил за то, чтобы вы жили в криминальной резервации без лекарств. Простите меня за это. Об этом он не напишет. Он будет валять дурачка и делать вид, что он не имеет к этому отношения. Понимаете? А что сейчас должны сделать его прихожане? А его прихожане сейчас должны прийти к нему в церковь и сказать «Алло, батюшка Авдюгин, а помнишь, как ты в 2014 году писал там «Украина в кавычках», рассказывал, что евроинтеграция – это плохо, Европа – это дерьмо, вот русский мир, Россия. А давай-ка ты нам теперь лекарства обеспечь. Ведь мы же из-за тебя все потеряли. Это ты нас на это подбил. А давай-ка ты нам за свой счет привези теперь лекарства. Организуй. Вот к таким нужно сейчас там приходить и задавать им эти вопросы. У них лекарства спрашивают. Потому что чего-то в той загнивающей Европе, которую Авдюгин ненавидел, там лекарства есть, они почему-то пропали только в счастливой народной Луганской республике, куда пришел русский мир и где этот батюшка Авдюгин своими руками этот русский мир строил. И сам его всеми своими действиями приближал. Это на самом деле все, что надо об этих кликушах знать. Они будут орать, выходить про притеснение русского языка, про то, что надо отделяться, про федерализацию, про референдумы какие-то, про Россию. Но когда они доведут до коллапса и пропадут лекарства в аптеках, они разбегутся. Они не будут решать эту проблему с лекарствами. Они будут делать вид, что они к этому не причастны. А с проблемой нехватки лекарств, или денег, или еще чего-то столкнутся обычные люди, которых будут вот такие вот черти звать на референдум и использовать, натравливать друг на друга. Помните об этом. Это очень важно. Поделитесь этим видео, чтобы просто как можно больше людей знало вообще, чего стоят все эти кликуши, которые в 2014 году крушили украинскую государственность на Луганской области. И чего они в итоге добились. А также нужно просто понимать, какую жизнь они там построили. Да, это они построили республику, да, в которой даже лекарств нет. То есть о чем можно вообще говорить дальше. Подписывайтесь на канал, а если вам нравится то, что я делаю, считайте полезными мои видеоблоги, вы можете поддержать мой канал по тем реквизитам, которые указаны в описании к этому видео.